И все привет ребят, с Вестервайкерсю записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня мы вместе с вами продолжаем обзор новых обновленных вооружений, сегодня мы вместе с вами будем тестировать новую обновленную смоки, с этой пушкой произошли изменения в лучшую сторону, а именно увеличилась дальность максимального и минимального поражения, а также увеличилась скорость снаряда. Сегодня мы протестируем устройство, которое называется система высокоточного прицеливания, это то устройство, которое увеличивает обычный критический урон, но уменьшает, о вернее увеличивает также время перезарядки и уменьшает скорость снаряда, но в связи с тем, что у нас как раз таки поднялись параметры скорости снаряда и более быстрая стала у нас как раз таки перезарядка на смоке, скорость снаряда я имею ввиду, то в принципе по идее это не должно особо сильно чувствоваться и от смока станет смотреться куда более интересно, поэтому мы для этой всей темочки берем ареса смоку, берем дрон гиперион, ну и отправляемся в матчмейкинг, если эта комбинация будет себя не так супер жестко проявлять, то попробуем может быть пол боя сыграть на ареса смоке, а дальше переодеться на викинга, одеть кризис и попробовать поиграть тоже в более такую агрессивную игру, то есть если ареса смока это более такая пассивная игра с гиперионом, то викинга смока с кризисом это будет что-то более агрессивное, более направленное именно на атаку и базу противника, но если вам нравятся подобного рода видеоролики, вы конечно же не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас проходит у нас на канале, на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, вся информация по нему есть в описании, так, ну а нас закидывает на осаду, на осадочку, ну не сказать, что наверное это супер крутой режим для реализации этой ареса смоки, но в принципе пойдет, так, я устройство не поменял, у меня автопушка одета, у меня одета автопушка, сейчас мы быстренько ее переоденем, сейчас мы быстро ее переоденем, потому что автопушка это прям, ну супер наверное юзлис устройство, которое нам абсолютно здесь не интересно, и возьмем ту устройство, которое нам необходимо, именно систему высокоточного прицеливания, даже так через делит, не хочу я оставаться на этой смоке, поэтому мы делаем переодевалочку, так, и теперь уже будем стараться накидывать урон по противнику, ну и также дополнительно захватывать точки, раз меня уже закинуло в осаду, посмотрим, что у нас вообще по урону здесь будет, по смоке, насколько она будет хорошо себя показывать, ну и насколько вообще будет интересно смотреться сама пушка, да, по ходу делаем, ну так, по перезарядке вроде как неплохо, вроде как неплохо, можно было бы конечно затестировать смоку с пульсаром, но смоки с пульсаром и так у нас в последнее время все обзоры были именно с ней, поэтому я решил, я решил сегодня дать контентику как раз таки на чем-то другом, так, со мной уже здороваются, ой, хороший крит на 1600, не, урона вообще в порядке, вылетает с этой смоки, прям очень неплохо стычки у нас летит, по 1600 урона с гиперионом, с гиперионом, то есть это с крейсом, по 2000 урона я бы стычки, я думаю, что наносил, то есть в принципе по урону очень неплохо, при том, что резистов от смоки нету, так, ну а точка у нас сверху, на нее я думаю, что мы особо ехать не будем, поэтому попробуем, попробуем сейчас запушить опять базу противника, вердрайва у нас там нет, у меня 80%, в принципе, ну для контроля именно противника работает очень неплохо, работает очень неплохо наша замечательная смока, так, пробуем добивать еще одного оппонента, но то, что от смоки реза не используют, это прям вообще бонус, так сказать, для этой комбинации, ну и с гиперионом расходка у нас на постоянной основе тоже имеется, 10 киллов уже есть в рамках этого боя, неплохо, неплохо, неплохой стартик, так, у меня есть овердрайв, противник, может быть попробует щасточку захватить, мы если что сыграем как раз таки под нее, можем если что оудик прожать, но пока что его жать нет смысла, а вот здесь вот в подъемчике тоже можно было, если честно, не жать, ну ладно, прожал уже и прожал, так, попробуем сейчас чуть-чуть законтролить вражеский респ, попробуем здесь чуть-чуть пожить, вот в такую позицию становимся, в интересную, и пытаемся накидывать урон, что касаемо урона, то реально все в порядке, все реально в порядке, выглядит очень неплохо, так, противник думает, что это тиммейт, да, то я это тиммейт, понял, ну, тогда если я тиммейт, тогда я так вот аккуратненько играю, на ультра пассивичах, пока наши тиммейты как раз таки захватывают точки, ну и стараюсь прятаться, накидывать как можно больше урона по оппоненту, 15 киллов у нас уже тем временем, бля, довольно неплохо, довольно неплохо, довольно таки неплохо, я, честно, на смоке в последнее время особо сильно не играл, и все это связано именно с тем, что у нас большое количество урона проходит сквозь противника, да, из-за того, что у нас, ну, немножко недоработана эта пушка, но в целом, если честно, если не учитывать тот факт, что урон бывает проходит сквозь, то летят очень неплохие цифры, очень неплохие циферочки, 17 киллов у нас уже есть, 3 точки наши тиммейты захватили, по сути, наверное, здесь нам супербыстрая досрочка не нужна, но если тиммейты будут забирать точки, контролировать, то, в принципе, пусть это делают, а я потихонечку буду все равно въезжать именно в базу противника и стараться давать как можно больше киллов, да, сделаем акцент именно на этот момент, наши тиммейты, я надеюсь, что здесь в таком составе с контролем точки разберутся, ну, а что касаемо урона, то по 1600 это очень неплохо с гиперионом наносить, как я уже сказал, с как раз-таки кризисом этот урон, значит, будет где-то плюс-минус по 2000, это значит, что можно даже ваншотать легкие танки, значит, что можно очень неплохо накидочку демонстрировать по оппоненту, так, Хантер Оверку не нажмет, не нажимает, отлично, пока что контролим, пока что все четко, 4 точки у нас уже есть взятых, так, ну и я продолжаю агрессивно стоять, опа, вот теперь уже Хантер Овердрайв все прожимает, но нам эта Оверка, в принципе, особо сильно не мешает, так, Викинг Овердрайв нажмет, не нажмет, нет, не нажимает, бля, ну как же жестко урона много наносит эта смока, прям с гиперионом очень вкусно, прям очень вкусно, а самое главное, резов нету, просто нет резиста, просто нет резиста, расстояние здесь тоже забираем, пятую точку наши тиммейты уже берут, вот вам, так сказать, баланс в игре, когда говорят, что баланса у нас нету, и то, что у нас не каждая пушка может себя круто показывать, вот вам смока, новая, обновленная, чуть-чуть, добавили ей скорость снаряда, я еще и взял устройство, с которым скорость этого снаряда меньше становится, но повышается, зато урон, так, ах, не успел я, Овердрайв прожать, если бы успел прожать, был бы очень хороший Овер, 29 киллов за практически полбоя, это очень хороший результат, это прям очень хороший результат, поэтому я уже могу сказать, что это очень и очень неплохая смока, по урону, по накидке, по уничтожению противника, выглядит прям очень и очень достойно, так, ну а мы постараемся еще чуть-чуть покилять, моя задача, конечно, на этой ресосмаке, это стараться как можно дольше жить, да, чем дольше я живу, тем больше киллов я могу дать, потому что если меня быстро здесь сливают, то я крайне много времени теряю на то, чтобы как раз таки доехать до противника базы, ну и за счет того, что я занимаю такие позиции, противник вынужден как раз таки на меня обращать внимание, вместо того, чтобы забирать, например, точку, да, кто-то отвлекается, это уже очень и очень хорошо, шикарный шар там залетает от противника по точке, офигеть, жестко, жесткий на контролинг сейчас был, так, ну а я в свою очередь постараюсь сейчас быстренько под пушинга оформить через левую сторону, у меня уже 95% овердрайва есть, это значит, что еще киллочков, ну как минимум до 50 хотелось бы мне отсюда выжить, да, это еще с тем учетом, что я ни одного хорошего овердрайва пока что еще не дал, да, то есть если бы у меня бы залетали бы здесь хорошие овердрайвы, то я бы еще бы, может быть, даже дополнительные какие-то киллы вы мог бы здесь иметь, а так даже без особо сильных овердрайвов мы здесь довольно большое количество киллов имеем, так, с ддшки у нас начинает викинга молот, на бустере с ддшки начинает, вот это, кстати, очень странное решение, начинать с дд, о, так, подождите, овердрайв у молодого человека прожатый, отлично, сейвимся, сейвимся, у вас по бомбочке шикарная залетает, так, ну и я вот такой вот овердрайв прожимаю, чисто себе на хпшку, чисто на хпшку, чтобы чуть-чуть подольше пожить, чтобы меня здесь еще не так быстро набрили, но, блин, вот этот вулкан, вулкан, конечно, очень много наносит урона, давайте упадем сюда на низ, чуточку ниже встанем, чтобы, может быть, пережить этот момент, пережить этот момент, но нет, 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 уходим, гиперон аптечка очень сильно сейвит, так, ну вулкан прям очень хочет меня сбрить, но меня страхует, шикарно, 37 киллов, 37 киллов у нас, для этой карты я считаю, что это очень хороший показатель, даже с тем учетом, что я на нее переодевался, да, хотя можно было бы там переодеться, так, пробуем по гауссу накидать, резисты до сих пор никто не взял, ни одного реза от смоки, да, не актуален резист от смоки, не актуален, вот видите, как получается, получается, никому не интересен резист от этой пушки, считают, что резист от нее не нужен в матчмейкинге, ну вот вы видите, да, что происходит, противник просто вынужден пытаться меня сливать, пока наши тиммейты забирают точку, ну это шикарно, это очень хорошо, когда все дело так работает, это прям мега-мега круто, когда наши тиммейты могут спокойно контролировать точку, а я в свою очередь могу просто потроллить противника, и повыигрывать время для них, вместо того, чтобы просто стоять на точечке, так, ну здесь овердрайв, конечно, еще один хороший залетает, 670 очков, 39 киллов у меня, без, грубо говоря, единой захваченной точки, да, то есть, если, например, посмотреть на второго нашего игрока, у него 23 килла, но при этом такое же количество очков, как у меня, то есть, это дополнительные, как раз таки, очки за захваченные точки, которые я, по идее, тоже мог получать, но больше выбрал именно под пуш оппонента, и игру под киллы, да, под уничтожение оппонента, но вот этот вулкан, конечно, очень много неприятностей мне приносит, и заставляет меня большое количество раз отправляться на респ, где я, по идее, ну, мог бы выживать, где я мог бы выживать, где я мог бы жить подольше, но и при этом у нас катка заканчивается, 11,5 минут у нас проходит, и я набиваю за эту катку 39 киллов, на мой взгляд, это очень неплохой результат, для такой большой карты, и для того, что я делал в ней, да, в целом, я считаю, что смока, стало смотреться поинтереснее, ну, либо я на ней просто много не играл, но, вот это именно устройство, на смоку, система высокосточного прицеливания, как-то я ее раз, а может даже не раз, тестировал на мегадонате, и там она мне очень-очень нравилась, как себя показывает, поэтому, я считаю, что после таких обновлений, когда у нас есть изменения в лучшую сторону, связанные с, как раз таки, скоростью снаряда, да, и с минимальной и максимальной дальностью поражения, вот такие устройства начинают себя показывать очень круто, тем более, тем более, в матчмейкинге никто не использует резист от этой смоки, поэтому присмотритесь к этому вооружению, возможно, оно вам понравится, попробуйте, потестируйте, поиграйте, и понагибайте, когда-то смока была моей самой любимой пушкой в этой игре, поэтому, такие комбинации, ну, наверное, дают возможность реализации, ну, и интереса в нашей игре, пишите, что вы думаете по поводу этой смоки, поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну, и не забывайте про розыгрыш в настройках игры, в аккаунтике, вот здесь вот устанавливайте ему личный так-тактимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну, и заполняйте форму, которая есть в описании, и дабы поучаствовать в розыгрыше на 2 миллиона кристаллов и на 30 тысяч танкоинов, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока!